привет девчонки меня зовут елена и вы на канале у нас сегодня на мой взгляд интересное видео почему так быстро говорю потому что у меня быстро-быстро у меня скоро следующий клиент так вот я делала коррекцию на верхней формы когда она ко мне собиралась идти а я все думала блин как же это сделать как же сделать коррекцию вот этих форм которые я называю pipe мне говорили что это миндаль но мне все-таки я уперлась я называю эту форму pipe и слава тебе господи попросил меня клиентка убрать ее боковые стороны то бишь они мешали вот эти длинные боковые стороны и так как мы еще убрали длину так хорошо почти на сантиметр то в принципе ну быстренько я выкрутилась из положения и мне кажется на мой взгляд красиво даже получилось я еще ни разу не делала коррекцию на эту форму сколько я себе дело ее то все время делала коррекцию по новой полностью убирала длину убирала весь материал и для меня это было просто в новинку как я буду это делать то что коррекцию делать если перри наращивать это просто уйдет куча времени которую у меня реально нету так как я заболела короной пробыла почти 10 дней я пробыла на карантине раньше я выздоров в принципе мне показал негатив уже в среду но до пятницы я еще была на карантине подумала не выходить из него потому что у меня как раз мои два мужика мой папа и мой сын съехали в квартиры в однокомнатные и поэтому я была занята еще их переездом вот и вообще это мне так весело у меня такая две недели просто жесть и мои ногти так все не закончила там пора уже перенаращивать а я еще даже дизайн не придумала и не доделала короче устала я просто устала устала так вот вернемся к наветкам да еще такая думаю когда при спиливании не меня не могла понять почему фреза так тяжело спиливает так она прям конкретно очень плохо спиливала поменяла я фрезу ничего не поменялось а хотя взяла ту фрезу которая постоянно пользуюсь а последнее время ее только и хвалю и даже она не справлялась с этим гелем посмотрела у себя в записях это гель полигель от джетсет могу сказать плюсы этого полигеля носится он просто шикарно когда только купила эту баночку не сильно ее полюбила потому что поначалу она липла но постояв полгодик у меня в полочке я уже его использовала все он у меня закончился цена конечно у него такая достойная конкретная стена но блин он в носкости просто шикарный хотя если сравнить допустим с тем же полигелем которая показывала просто видео то от бон прийти ноской такая же самая единственное бон прийти стоит допустим допустим несколько там 10 евро топ он прийти стоит но он липнет это такая же с ним работать а вот полигель от джетсет он все таки очень приятный в работе у девушки такие как сказать вниз растущие ноготочки коррекция нас проходит все время это по три часа реально очень много уходит времени хотя в этот раз мы справились а за два попозже покажу и расскажу почему она эта девушка я делаю только полингель в принципе в последнее время работы только с полингелем потому что реально с полингелем к не возвращаются 98 процентов именно с хорошей но с костюм на этом пальчике девушка не стала меня тревожит так как я все-таки была на карантине и заклеила в моментом лет большое спасибо сара она извинялась 200 раз и ну в принципе ну ничего страшного легко снимается этот клей но просто надо аккуратненько это все снимать все прекрасненько снимается вот может быть на видео кажется что я так это конкретно мощно что там нажимаем этот но это делать я делала реально очень так нежненько нежненько и так как ногти там нет именно вниз полигель у меня идет вверх там получается такая лунка и именно пилочка то подлезть нереально поэтому помогаю себе бочоночка по крайней мере слегка потом уже остальное я доработаю пилочкой в принципе на эту работу больше ушло именно подготовка материалом подготовка ногтевой пластины а уже потом проходило все очень даже быстренько убираем все от слоечки именно убираю вот этим бочоночком потому что ну никак то не подлезть а спиливать материал я сильно не хотела то что там ногти там не идут прямо параллельно да а сам ноготок идет вниз и поэтому старалась убрать как можно меньше материала с ногтевой пластины вот долго-долго я мучилась но домучилась кстати девушки не помню кто мне писал когда я пожаловали что у меня у клиентки они держатся ноготочки как бы я не мучилась через три недели она приходит у нее там но один на потеряет и мне посоветовали купить праймер ну кислотный я его купила еще пока не испробовала и подумала раз уж эта девушка мне средний палец возвращаются время вот так вот отшибленным я решила и на ней попробовать кислотный праймер и может подумываю не знаю посмотрим или я покажу в следующий раз как она относилась а через три недели это видео вчерашние или все-таки я сделаю хронику посмотрим я еще над этим думаю вот напишите ваше мнение вам будет интересна хроника или показать сразу и также вот этой этой фрезой бочоночек я убираю лишний клей подготавливаю ногтевую пластину мучаюсь я с маникюром потому что у меня там за дерево стройка идет за окном мучаюсь потому что он очень устала еще при моем отпуске до моей болезни руки трясутся термпыром и еще от отвыкла от вообще от маникюра и у меня всего два с половиной клиента и все они пришли до на этой неделе и короче между клиентами еще бегаю кушать потом еще бегаю с собачкой гулять короче мне очень весело но вернемся к маникюру и вот за именно за этого пальчика я покрыла праймером кислотным подумала может поможет да он замучен монет нет его ноготки делаем покороче чтоб девушка не так травмирован но тем не менее она всегда возвращает не его колючным татья у праймера праймер от just nails такая кисточка помученная жизнью ужас ну ладно фиг с ней и я использую последнее время на всех девчонках базу у ну потому что базу аурум последнее время не купить а каждый день заглядывать есть нам наличие или нет я уже устала и вот то что я устала и не заглядан этот сайт если этот аурум или нет как-то я перешла на эту базу у ну и девочки все прекрасненько носится базу у нас алиэкспресс я очень советую и вот я решила сэкономить время потому что все таки гелем намного легче да и сделать выравнивание я подумал что я сэкономлю время на апелье потому что я уже устала это было уже поздно вечером вечером я очень редко работаю ленка просыпается пять утра и 12 батареек садиться потому что вечерних клиентов я не люблю вечерних клиентов но они есть да и поэтому я выравниваю ей этот гель желе от шин-шун не помню как она называется смешала его с фибор глазки или сделала более такой жидкой консистенции он никуда не течет прекрасненько держится с таким мелким шиммером и вот им я выравниваю и вот этот поломан ноготочек я обязательно его ченю именно поле гелем просто поле гель он прекрасненько держится поломки прям реально обалденно держит так как у меня в задумке было делать меньше опила я все-таки сверху положила еще и гель то что его легче выровнять хотя и поле гель этот тоже прекрасненько обалденно прям выравнивается кисточкой полин гель этот у меня там из этого из новых не помню вышло это видео нет по еще не вышло у меня накопилось кучу видео надо только их озвучить на следующей неделе постараюсь побольше озвучиться побольше выпустить видео девушка выбрала дизайна мозга такой интересненький и мы его пытаемся повторить она хотя постоянно подносит интересные идеи раньше я почему-то не видел не снимала мне кажется из-за того что цветки вечерний клиент вечером я очень сильно устаю и поэтому ну вечером я не снимала но и решила так у него очень красивые ноготочки все время интересно не дизайны интересные идеи все-таки решила на ней снимать видео и вам будет интересно и мне тоже не знаю чем вот и кстати мне кажется я пожалею что я нанесла вот этот просыпочку нанесла не на топ на мокрый она гель-лак я помню просто не в голове у меня дурдом творится и видимо и не сообразила вот ну посмотрим как она относит эти блесточки на мизинчики потому что других ноготочках я посыплю все-таки блесточки на топ буду молиться что она относила нормально девушка не приходит в принципе регулярно каждые 3 недели просто в этот раз из-за моей болезни она пришла через пять недель так в принципе нормально 4 недели приходит на коррекцию так это я смешала вот эти блесточки стопом потому что она хотела именно такие цвет сердечек именно такого же как и блесточки нарисовала едва сердечка я подумал что это достаточно на рисунке было там штук 6-8 я подумал что будет перебор и сделала по-своему как всегда вот наношу топ кстати топ у меня тоже у но этот красненьким мне он очень нравится хочу заказать еще я уже использовал две баночки очень нравится то топ тоже рекомендую и теперь уже поверх топа наношу топ тот же самый я его там фиг видела как-нибудь там нанесла полосочку и вот на эту не просушенную полосочку я также посыпала эти блесточки и все и на этом наш красивый дизайн закончился надеюсь вам было интересно девочки не забудьте поставить комментарии мне будет очень приятно почитать лайк и подписаться на мой канал на этом не все до скорых встреч пока девчонки